Друзья, всем привет! Сегодня продолжаю рассказ о том, как я переукореняю вытянувшиеся розетки, как я срезаю головы растениям, куда потом деваю пеньки. В общем, обо всем об этом по порядку. Что нам потребуется для того, чтобы срубить голову? В моем случае это два инструмента. Один вот такой канцелярский нож, он у меня правда уже старенький, но еще острый, достаточно нормальный. И второй инструмент это леска. Обычная рыболовная леска, которую можно купить в любом рыболовном магазине, но благо я рыбак со стажем, у меня лески этой завались, всякой разной, новой и старой. Поэтому для меня достать леску не составляет труда. Для чего нужна леска? В разных случаях я использую разные инструменты. Допустим, когда розетка оголенная, ну вот, когда все видно здесь, леску можно не использовать. То есть, берешь нож и отрезаешь именно на том уровне, на каком ты наметила, просто делаешь надрез и пилишь, режешь, и голова у тебя остается в руках. В случае же с леской, друзья, ей очень удобно орудовать тогда, когда у нас вот такие розетки. То есть, когда междоузлия практически не видны, когда листья расположены плотно друг к другу, вот в этом случае, вот в этом, вот в этом случае, то есть, если я хочу отрезать повыше между листиков, то вот идеальным, конечно, вариантом для срезания головы будет вот в этом случае леска. Друзья, к сожалению, мне вот очень неудобно снимать. То есть, как бы снимать-то мне удобно, но мне не представляется возможным показать весь этот процесс, потому что одной рукой это делать невозможно, во второй я держу телефон, которым снимаю. Поэтому я буду просто объяснять. Желательно, конечно, друзья, не кромсать растения, а 7 раз отмерить, 1 раз отрезать. И желательно, чтобы это у вас получалось с первой попытки. Первая попытка! Что-то тут пристроило, друзья, как бы не свалилось. Суккуленты, наверное, не поймут, что я сейчас с ними буду делать. В общем, сейчас мы их будем резать. Как мы их будем резать? Они, наверное, сейчас в большом страхе увидят этот мой канцелярский нож. Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем. Чик, и ты уже на небесах. В общем, от самого последнего листа, если этот лист нормальный, если он крепкий, сухие листики мы все обрываем. Обрываем даже вот такие листики, которые с одной стороны ствол оголен, а с другой стороны листья. В общем, делаем так, чтобы розеточка со всех сторон была аккуратной, одинаковой. То есть, чтобы все листики располагались в розетке на одном уровне. Вот несколько листьев я оборву. Вот этот еще оборву. И вот этот оборву. Это можно сделать уже после срезания головы, но я просто вам показываю, что будет изначально, вернее, в конце уже в итоге. И вот от конца вот этих оборванных листиков должна оставаться ножка примерно полтора-два сантиметра. Вот где-то вот на таком уровне я отрезаю голову растению. Сейчас оно упадет. Вот в этом случае я делаю это канцелярским ножом. Вот так. Этого, конечно, делать нежелательно, потому что я просто для камеры это показываю. Розетки не должны так бухаться. Это надо придерживать руками, чтобы не повредились они, чтобы все было хорошо. Вот такой пень у нас остается. То есть, в этом горшке у нас два пня. Пока я его отставляю, будем сейчас резать дальше. Друзья, если вы хотите этот пень в дальнейшем оставить на выращивании деток, то желательно на нем оставлять несколько листьев для того, чтобы в этом растении, пока не появится молодняк, пока не появится молодая поросль, это растение продолжало расти, развиваться благодаря вот этим листьям, которые вырабатывают фотосинтез. И вот сейчас я вот эту розетку чикну вот здесь. На стволе оставлю где-то, наверное, листа 3. Сейчас попробую. Вот неудобно. Сейчас опять она упадет у меня. Ну вот, эх, не получилось поймать. Вот, друзья, что остается. В этом случае, вот ножка у нас осталась на ней практически, ну, она практически маленькая, поэтому еще два листа с этой розетки я отрываю, для того, чтобы освободить ножку. Вот. Ну и, наверное, вот этот еще оторву. Все, вот это будет отличная ножка. Это вообще очень хороший черенок. Он даст корни недели через 3 укорениться, и розеточка эта будет развиваться. Вот. Вот эту, друзья, розетку Ангел Винкс я отрезала леской. Достаточно тоже быстро, даже быстрее, чем канцелярским ножом. Но кого как устраивает, если леска есть под рукой, то хорошо. Если нет, то можно ножом, канцелярским, любым другим, без разницы. В общем, как это делается. Не знаю, будет видно или нет. Сейчас подвину. Ну, примерно видно. Леску заводим мы приблизительно под те листья, которые хотим оставить наверху, то есть на макушке. Вот так заводим леску, скрещиваем ее и тянем в разные стороны. Просто раз, и она уже отвалилась. Вот так она отвалилась. То же самое удаляем вот эти листики. для того, чтобы освободить ногу, чтобы нога была. Вот, друзья, еще одну. Беру, тоже зажимаю леску, ввожу ее в разные стороны и просто потягиваю. Вот что-то никак. Не там она хватила у меня. Ну, вот еще одна голова. В общем, наверное, я не буду снимать на камеру, как я это делаю. Вот на этом пне я планировала оставить вот эти два страшных зеленых неварегатных листа. Вот они остались. Ну, вот там немножечко прибавилось растений. Вот это у меня не получилось. Вернее, не то, что не получилось. Ну, можно сказать, не получилось. Это я не знаю, от чего это, видимо, стояло на полке. Вот эти, это не сейчас произошло. Просто вот здесь я не оставила листьев на этом пне. Так, где он виден? Нет. На этом пне не оставила листья, потому что слишком короткая была нога. И листья эти не отрываются нормально от ствола. В общем, такое растение неподатливое. Поэтому пришлось вот этот пень оставить без листьев. Друзья, когда срезаете леской, получается такой рваный срез. Вот, не знаю, будет видно или нет. Вот, смотрите, здесь прям с выемкой. Вот, как бы вырван кусок ствола вот отсюда. Голову я всегда в таком случае просто потом подрезаю. Вот, даже вот на голове лучше видно. Вот, смотрите, кусок ствола вот здесь остался. Я его просто беру и вот так аккуратно срезаю, делаю ровным. Ну, вот эту страшилу я срежу сейчас ножом. Я не буду ее срезать леской. Здесь очень хороший подход. То есть можно и тут, не видно, да, и тут можно чикнуть, и тут можно чикнуть. В общем, с любой стороны и вообще с любой стороны розетки. В общем, это очень даже будет намного проще сделать канцелярским ножом, чем леской. Может, не надо, Шурик? Я больше не буду. Нет. Надо, Федя. Надо! Вот так мы это сделаем. Все. Вот этот пень я оставляю вместе с вот этим цветоносом для того, чтобы, ну, как я уже говорила, для того, чтобы вместо листьев здесь будет цветонос с листьями, чтобы вот этот пень продолжал расти, чтобы он фотосинтезировал за счет вот этих листьев. Вот пока я его оставляю. Вот на этой розетке я нижний ярус листьев обрываю, чтобы немножечко освободить ногу. Ну, и, наверное, все. Вот этот еще, наверное, нижний лист оторву. И вот этот один. И хватит. Все. Вот такая у нас нога получилась. Она тут даже... Нет, корешки эти уже отрезаны. Она нарастит новое. Это ей не составит труда. Розетка достаточно мощная. Тургора в ней достаточно. И влаги в ней достаточно. Она так может лежать и месяца два. Чем дольше лежит, тем больше будут корни. Ну, эту розетку я не знаю. Может быть, и не стоит ее резать. Тут ножка невысокая. Просто в моих условиях они будут друг в друга упираться листьями. И растения на ножках очень экономят место. Ой, даже не знаю. Ты не ошибаешься. Но это не значит, что ты прав. Ну, раз решила, значит решила. Этот пень у нас будет без листьев. Без листьев тоже пеньки достаточно хорошо развиваются, если их не трогать и оставлять в том грунте, в котором они находятся. Ну, давай. Вот так. Что тут у нас с ногой? Ногу мы немножечко освобождаем. Вот этот еще оторвем один лист и, наверное, вот эти два и хватит. Вот такая нога у нас получилась идеально. Вот эта, друзья, розетка у нас будет обрезаться таким методом с леской. Леска, к сожалению, сохраняет не все листья, хотя большая часть остается. Но вот здесь в этом случае то же самое. Нужно освобождать ножку. В принципе, она может и вот так укорениться. Но для более быстрого и более качественного укоренения конечно, мы их немножечко оборвем. Можно немного. Не обязательно оставлять ногу там длиной в полтора-два сантиметра. Но два это я вообще считаю много. Полтора сантиметра, сантиметр. Достаточно даже будет и пять миллиметров. Если голова сильная, если тургора там достаточно, то она и вот на этом пространстве, вот на небольшой вот такой ножке она образует достаточное для укоренения количество корней. Ну вот такая малышечка у нас получилась. Так, куча листьев. Друзья, опять куча листьев. Это ужас. Я не знаю, вот они мне не нужны, эти листья. И выбросить их жалко. Вот тут куча, там куча. Ой, караул. Так, что дальше? Ну иди сюда. Сейчас мы тебя будем резать. Красавчик. Ну, лошадку вот я обрезала, вам не показывала. Листья, к сожалению, у таких растений отрываются очень-очень проблематично. Вот этот у меня, мне удалось срезать, оторвать с пяточкой. И то под вопросом, знаете, пяточка эта все равно нарушена. А вот этот лист второй, для того, чтобы освободить ножку, я сорвала у этой розетки два листа. И вот этот второй лист, он получился совершенно без пятки. То есть его уже можно выкинуть. Видите, у него нарушена внутренняя часть. И уже ничего путного от него ждать не приходится. Ну, голова нормальная. Пень остался вот с несколькими листьями. Все тут прекрасно. Эх, друзья, осталось вот три растения, три суйона. Так жалко их нарушать. Они такие уже классные. Ну, прям даже не знаю. Ой, прям вот вся в раздумьях. Резать, не резать. Конечно же, резать. Однозначно резать. Но ужасно жалко мне бывает издеваться над растениями. Вот правда. Вот в данном случае я пилю ему голову. Никакой лески. Вот она упала. Вот так. Ай! Листья эти, как и вот в том случае, какой я вам показывала, очень проблематично отрываются. Поэтому, наверное, не получится у меня их оторвать для того, чтобы там, может быть, они дали детку. Но тут уже, знаете, самое главное, чтобы не нарушить структуру ствола. Потому что, вот в данном случае, если лист отрывается без, то есть, если он отрывается с пяточкой, то в данном случае нарушается ствол. То есть, из ствола будет вырвать кусок, который останется на листе. Вот. Для меня сейчас, конечно, более важным сохранить ствол, чтобы он был без нарушений, чтобы был целым. Так, ну, два суйона оборвала. Сейчас немножечко оборву листья спня. Знаете, друзья, когда растение подсушенное, подвяленное, то листья отдираются от ствола намного проще. Потому что турбурный лист вообще не отдирается. И для того, чтобы отрезать голову вот у такого растения, нужно обязательно его подвялить. Вот листик отрывается с пяточкой. Ствол не повреждается. Вот стволик. Видите, все ровненько. А вот в этом случае, вот в этом случае с вот этим пнем, вот листья были, смотрите, турбурные. И кусок ствола все равно вместе с листом отвалился. Но мне необходимо было освободить эту ножку по-любому. Так. Друзья, решила не кряхтеть на камеру и срезать без камеры вот эту голову. Посмотрите, какая толстая нога. Но мне достаточно потребовалось очень много усилий, чтобы отрезать ее. очень такая плотная структура. Вот видим, что ствол ничем не поражен, что здесь нет никакой бактериальной гнили. Все чистенькое, все ровненькое, все гладенькое. Но очень-очень тугой, потому что достаточно он, во-первых, широкий. Тут, наверное, сантиметра под два он шириной. Оборвала листья. Смотрите, у меня руки все белые. Это все в налете руки. оборвала листья. Вот эта ножка, ну, на мой взгляд, она немножечко толстовата, в смысле, длинновата. Здесь большое достаточно пространство для того, чтобы образовались корни, поэтому я ее немножечко срежу. Вот так это будет выглядеть. Все, вот в таком виде я ее буду сушить. Друзья, ну и осталось вот это у меня розетка. Вот даймонд стед, который вот этот стоит, я его не буду все-таки трогать. мне жалко, пусть она вот таким деревцем и растет. Ну, пока нормально. А вот это придется обрезать, потому что вид у нее такой, несмотря на то, что она большая, огромная, можно сказать, розетка, просто огромная. Наверное, сантиметров от листа до листа, сантиметров 15 точно будет. Огромное, ну, такое чувство, что она хромающая. Вот какая-то она косая, кособокая. И самое главное, что у нее вот очень крупные междоузлия. Где этот чертов инвалид? Не шуми, я инвалид. Ну все, готово дело. Отрезала я ей буйную голову. Вот эти листья оторвать тоже будет очень проблематично, потому что розетка вся тургорная. листья даже скрипят. Попытаюсь их вот таким образом оторвать, все равно с куском ствола отрывается. Но ножку эту необходимо освободить. Вот два листа еще просто необходимо оторвать однозначно. Так, этот хорошо отошел. Самое главное не нарушить целостность ствола. То есть те места, откуда потом впоследствии полезут корешки. вот такие листья лучше ломать вниз опуская. Но все равно в этом случае чуть-чуть листа оторвалось, пяточка повредилась. Ну и наверное хватит. Пусть в таком виде она остается. Так, друзья, ну вот и все. Вот наши срубленные головы лежат в общей куче, в тарелке. и огромная куча листьев. Кошмар! Я вот честно не знаю, не пробовала. Мне до этого жалко было с уен фрилов отрывать листья. Ну, посмотрю, дадут они деток или не дадут. Вот эти эксперименты, конечно, когда нет места, но совершенно не нужны, потому что чтобы даже разложить эти листья где-то, надо сантиметров 30 на 30 однозначно место. И то это как бы в обрез. И вот эти наши поверженные пни. Сейчас я их освобожу от грунта, эти пни, и буду сажать. Куда их буду сажать? В общем, у меня, друзья, есть один горшок, большой, такой, длинный, ну, небольшой, но длинный, и туда влезет, наверное, штук 10 пеньков. Остальные пеньки мне придется оставить вот в этих горшках, в которых они сейчас растут. Друзья, ну вот, я освободила все пеньки, посадила пеньки, сейчас вам покажу результат, и показываю вам мой намешанный грунт, то есть, какой грунт я сделала. Вот, на мой взгляд, друзья, вот этот грунт, конечно, жирноват, но попробую посадить в такой, ну, раньше я сажала в намного жирнее грунт был, попробую побаловать в этот раз свои растения, я зачастую сажаю вообще без примеси земли, а сейчас что-то бухнуло и получилось многовато, но ничего, я думаю, нормально в таком грунте будут растения жить, вот смотрите, что у нас получается, это смесь торфа, серамис, лечуза, циолит и все, это все, что здесь имеется, ну, вот тут, наверное, 50 на 50, вот такую землю, конечно, желательно лучше для красу, красу вам в такой земле прям шикарно будет растись, все-таки, наверное, сейчас я подбавлю еще камешков, на мой взгляд, это жирноватый грунт получился для эхиверий, ну, друзья, подмешала еще немножко, там, пару горстей того, пару горстей того, вот такой у нас грунт получается, но дело в том, что неравномерность все равно получается, неравномерность, то есть нельзя посмотреть, насколько там много земли и насколько там много разрыхлителей, потому что вот берешь и вроде как разваливается, но видно, что практически, наверное, ничего не изменилось, потому что камешки, знаете, камешки вот смешиваются с торфом и получается торф влажный и влажный торф облепляет камни и настоящая структура не очень хорошо видна. Ну вот, в такой грунт я сейчас буду сажать. Сейчас я заполню горшки и покажу вам дальше итог, который у нас получился. Вот такие волосянки, друзья, нужно обязательно удалять из грунта, они не нужны. Вот такие. Друзья, ну я наконец-то закончила, что-то я уже подустала, осталось мне начисто протереть горшки и все. В общем, я разложила землю по горшкам и разложила в каждый горшок, положила вот эту срубленную голову, но я их не углубляла, я их просто положила, даже сейчас вот сниму видео и постараюсь максимально, даже может быть вот так, переверну все розетки для того, чтобы ножка просыхала, чтобы она не соприкасалась с грунтом, потому что если бы это была сухая или чуза, серамица или вообще начисто сухой грунт, то тогда можно было просто вот так положить на почву. А так как грунт, который был, ну торфяной грунт, который называется универсальный грунт, так как он был влажный, то влага эта сохраняется и чтобы избежать загнивания ножки, нужно обязательно этот срез отдалить от грунта, то есть либо положить розетку перевернуть, либо положить ее просто на камешки, но в общем так они будут лежать у меня дня наверное 4-5-6 после этого, после того, как срез уже основательно подсохнет, я их углублю в грунт, засуну и оставлю еще на неделю вообще без полива, только после того, как пройдет вот с сегодняшнего дня, с момента среза головы пройдет дней 10-12, только после этого я чуть-чуть полью вокруг, чтобы стимулировать образование корней, ну вот эти две розетки я посадила в один горшок, пусть у меня места нет, пока они будут развиваться, в общем там что-нибудь придумаю, вот, а все остальные поодиночке, то есть я посадила их в те же емкости, в каких они росли, за исключением вот этого лопуха, ему я выделила на этот раз девятку, рос он у меня в семерке, вот, а все остальные в те же горшки, в те же емкости, в каких они и были, еще я, друзья, нашла у себя на полках эхиверию верону, она тоже у меня не пересажена несколько лет, ну, наверное, 4 года точно, и я решила, что надо ей, пора ей обновить грунт, я ее точно так же обрезала, корневую систему выкинула, выбросила, потому что там ножки, ну, практически никакой нет, верона, она вообще практически не тянется, точно так же, как и хиверия эстер, там ножек не было, эти ножки все я выбросила, вот видите, вот лип, влажная ножка, и вот к ней уже прилипли частички грунта, это, конечно, нежелательно, то есть сейчас я их все переверну кверхтормашками и оставлю так дней на 5, вот, то же самое вот эту лошадку, тут я уже ей сухого, сухой лечузы подсыпала, чтобы она лежала и не соприкасалась с почвой, ну, и со всеми остальными, и вот, что у меня получилось, у меня не влезли в общий горшок три пня, два суйона, вот этот и вот этот, ноги от этих суйонов, и не влезла вот эта фембриата варегатная, все остальные, друзья, я разместила вот в этом горшке, попыталась их впихнуть, ну, влезли достаточно им, можно сказать, просторно, горшок глубокий, вот такой горшок, в таких горшках у меня обычно сидят пеньки и детки, детские садики, ну, когда детский садик я сажаю, то я такую глубину уменьшаю, засыпаю ее на одну треть дренажом, а только после этого грунт, в этом случае сейчас дренажа здесь там совсем немножко, потому что корни у всех я не стала обрывать, но некоторые оборвала, а некоторые не стала, корни достаточно длинные, они практически заполоняют собой всю вот эту емкость, поэтому здесь вот в этом случае тут все нормально, ну, и теперь, когда вот эти пни укоренятся, пройдет, не знаю, сколько, я хотела сказать, лет, пройдет достаточно большое количество времени, пни я все полила, потому что многие пни были те, которые были в горшках, они были сухие, то есть они уже без тургора, я их полила, и я на них, за них забуду, теперь где-то дней на 10, только после этого я аккуратно, осторожно, чуть-чуть, потом смочу, ну, и естественно, буду ждать детей от этих пней, потому что с этой целью мы и оставляем пни, чтобы дождаться детей, ты хочешь, чтобы у нас был ребенок? Да, и как можно скорее, но я не могу сейчас, ну, друзья, это конец моему сегодняшнему мытарству, сегодня я пересадила, срубила голову и пересадила, наверное, 20 штукам розеток, ну, приблизительно, там, штук 18-20, наверное, участвовала в сегодняшнем эксперименте, ну, это не эксперимент, а и не опыт, и не эксперимент, это то, что неизбежно приходится делать с нашими суккулентами, когда они вытягиваются, хотим мы этого или не хотим, это, конечно же, прибавляет нам работы, это, конечно же, уменьшает на некоторое время рост растений, потому что на то, чтобы растение дало корни, принялось, для этого нужно будет приблизительно около месяца, но все равно вот такие обновления, они того стоят. Вы еще ответите за ваши антиобщественные опыты, хулиган! Ну, вот и все, друзья, на этой ноте я с вами прощаюсь, желаю всем вам здоровых, жирных растений, желаю, чтобы ваши растения как можно быстрее укоренялись, пожалуйста, не бойтесь, обновляйте свои розетки, не волнуйтесь, все с ними будет хорошо, как бы нам не было жалко наши суккуленты, но в конце концов, в конечном итоге все бывает намного лучше, чем до того, как мы сносили голову. А впереди весна и впереди лето, то есть впереди самый лучший, самый буйный рост суккулентов, а это значит, что вот все вот эти срезания, срубания голов, они пройдут, ну, можно сказать, совершенно безболезненно, потому что увеличение светового дня, прибавление света, появление солнышка, это, естественно, сказывается на росте, на развитии, и поэтому бояться не стоит, однозначно. Все, друзья, спасибо за просмотр, всем здоровья, добра, пока-пока. Все, все. Все.